Ганнибал Хор Кинг Наверное, один из самых известных атлетов, занимающихся на турничках Ганнибал многих смотивировал на занятия именно воркаутом Тренировка на турничках При том, что он сам каких-то супер крутых элементов не показывал А в основном демонстрировал свое телосложение И по интернету давно гуляет такая вот программа тренировок Ганнибала И многие пытаются по ней тренироваться Сам ли Ганнибал написал эту программу или это какой-то школяр? Скорее всего, какой-то школяр просто выдумал, написал Так же, как и, помните, были какие-то нормативы, КМС по воркауту Первый-второй разряд, ну короче, тоже ересь все это Сегодня я проанализирую эту программу Насколько она вообще эффективная, стоит ли по ней тренироваться Сразу скажу, что не стоит брать вообще чужие программы на вооружение Всегда пытайтесь составить свою программу тренировок Ориентируясь на самочувствие И также все научные знания, которые доступны в этой сфере По телосложению, вообще тренировкам Только тогда вы сможете составить какую-то эффективную лично для вас Программу тренировок Поскольку есть люди с разным типом телосложения, обмена веществ А также очень сильно влияет, как бы, уровень тренированности Насколько вы тренированы То есть есть люди, которые только-только начали заниматься И у них очень глубокая атрофия Там, они жесткие эктоморфы, худые Либо, наоборот, большой лишний вес Другие же, начиная заниматься, имеют, в принципе, уже неплохую базу И назвать того новичком и того новичком Как бы можно, но на самом деле их уровень совсем разный И им требуются различные программы тренировок В чем суть программы тренировок Ганнибала? Это круговая тренировка Есть такие упражнения, как отжимания от пола Отжимания на брусьях И подтягивания верхним и нижним хватом Там 11 подходов на каждое И начиная от отжимания с 30 повторений И в каждом уменьшается Подтягивания с 10, отжимания на брусьях с 20 Все это нужно, типа, сделать за 45 минут Отдых между подходами То есть между упражнениями вообще лучше не делать То есть минимальный Как-то пытаться поддерживать такой высокий темп То есть сделали мы там подтягивания Потом пошли Поджимания сразу сделали Потом подтягивания Потом отжимания на брусьях Вот что-то типа такого Первое, что мне не нравится, это фиксированность повторений Как бы будем доходить вообще до отказа Потому что отказ все-таки нужен И нафига столько много подходов Мы выполняем очень большой получается объем работы При том, что отдых совсем маленький Из-за этого идет большое закисление То есть работаем все-таки в анаэробном режиме И в молочке много у нас накапливается Тем самым у нас происходит большая гипоксия То есть недостаток кислорода Чтобы всю молочку нейтрализовать Наш организм ее как бы дальше прогоняет В митохондрий и медленные мышечные молокна Там все это дело у нас расщепляется Тем самым, чтобы дальше продолжать тренироваться И восполнить энергию из молочки Но здесь мы загоняем себя в очень глубокий Скажем, такой стресс Глубокая гипоксия Недостаток большего кислорода И я вот уверен, что многие просто темпа не выдержат И забьются И будут делать больше отдых Вообще, в плане роста силы, массы или выносливости Такая программа будет неэффективна В том плане, что массы вы особо от этого не наберете Она будет эффективна только для химиков Почему для химика У него большой гормональный отклик А здесь как раз много молочки, ионов водорода Которые будут разрушать структуры белка Тем самым улучшают проникновение всех гормонов в клетку И запускают как раз синтез белков У натурала это вызовет наоборот Катаболизм слишком большой стресс Натуралу лучше тренироваться не так, а больше силовых нагрузок То есть тренируемся больше с дополнительными весами Или какие-то более сложные элементы Не нужно делать так много повторений То есть так много подходов Это слишком большой объем работы на самом деле В плане выносливости, опять же Под такую нагрузку, конечно, и происходят процессы адаптации Путем развития нейромышечной связи Просто укрепление мышц То есть рост запасов гликогена И эффективность процессов анаэробного гликолиза Но все равно не ограничены забивкой молочки Истинная выносливость растет за счет того Что у нас происходит рост митохондрий И мы больше сможем работать в анаэробном режиме То есть задвигаем порог Молочка успевает перерабатываться Тем самым мы можем продолжать что-то выполнять А не тупо забиваемся нафиг Эту программу можно переделать Именно под нужды роста выносливости В том плане, что увеличив отдых между подходами То есть не сразу переходим, а ждем минуту Либо сокращаем вообще выполнение повторений То есть сделаем, например, 5 или 10 повторений на турнике Потом сразу на брусьях Потом опять на турнике от пола Ждем 30 секунд И так вот 11 кругов И в принципе мы не будем успевать забиваться Поскольку работают мышцы-антагонисты Поочередно Еще есть дополнительный отдых Тем самым как раз молочки сильно не успевают накапливаться Но как раз подстегивает процессы все аэробного гликолиза И тем самым у нас растет выносливость То есть единственный плюс реально этой программы Это круговая тренировка В том плане, что вы не делаете, например, так Подтягивайтесь первый подход 30 секунд, минуты ждете Потом опять подтягивайтесь Опять подтягивайтесь И реально забивайтесь И в общем на тренировке вы делаете меньше объем работы А так мы заставляем работать мышцы-антагонисты То есть там поделали Там поделали И в общем не так сильно забились И сделали больший объем работы Это будет эффективнее Ну и конечно такая программа слабо подготовит Каким-то физическим большим нагрузкам В плане там исполнения элементов Сложных статических Типа горизонтов, самолетов, передних весов На одной и так далее Поскольку опять же Мы работаем только собственным весом И прогрессии нагрузок в плане увеличения силы Здесь нет никакой Тут только в основном на выносливость И если вы думаете, что от такой программы Вы станете такой же здоровый, как Ганнибал Вы сильно ошибаетесь У Ганнибала может там хорошая генетика Да, ну он там Нига Они растут как на дорогах Особенно эктоморфы такая программа Вообще ничего не принесет Как я уже говорил в прошлый выпуск Можете посмотреть мои особенности Тренировок эктоморфа Большинство у нас, кто занимается на турничках В большей степени эктоморфы Ну и мезоморфы в среднем так Мезоморфы такая программа В принципе будет в плане роста выноса Может полезно Может он что-то с него и сможет нарастить Но опять же Не так эффективно, нежели бы построить ее по-другому Ну вот и все Надеюсь выпуск оказался для вас полезным Не винитесь на такие вот программы Ганнибала, программы Зефа И все такое Думайте своей головой Составляйте свою программу тренировок Потому что вы можете взять там программу любого атлета Там Ник, Кузи И не факт, что вы будете по ней эффективно прогрессировать Все индивидуально и вам нужно подходить К этому грамотно Не забывайте задавать свои вопросы Некоторые я выберу Сделаю по ним выпуск Распространяйте видео в социальных сетях Тем самым помогая мне Я буду помогать вам, выпуская подобные видео Тренируйтесь с умом Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok